Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу сегодня познакомить вас с информацией, которая называется «Концерция здоровья». Это пошаговые инструкции к использованию своего собственного организма для того, чтобы он оставался здоровым на долгие-долгие годы. И для начала хочу наш организм сравнить с аквариумом с рыбками. Почему? Потому что в аквариуме с рыбками основная часть занята водой, и наш организм тоже на 80% состоит из воды. И клетки в нашем организме плавают точно так же, как рыбки плавают в аквариуме. Что нужно рыбкам для того, чтобы им было комфортно в этом аквариуме? Им нужна вода, обогащенная кислородом. Им аквариум нужно систематически чистить. И обязательно нужен специализированный корм. Не борщ и котлеты, а то, чем питаются именно рыбки. То же самое происходит с нашим организмом и с клетками, которые как рыбки плавают в нашем организме. Вы не поверите, но их тоже нужно поить чистой, качественной, биодоступной водой. Систематически очищать наш организм и кормить специализированным кормом. То есть давать питательные вещества, микро-макроэлементы, витамины, минералы и прочее. То, чем питается клетка. И вы не поверите, но уже проделав эти действия, 99% диагнозов просто уйдут. Почему? Потому что главными причинами всех диагнозов на Земле является обезвоживание, является интоксикация. И является нехватка питательных веществ, микро-макроэлементов. Все просто. А именно поэтому шагов к здоровью всего три основных. Первый шаг к здоровью это нормализация водного баланса. Что это означает? Это означает, что человеку просто необходимо пить физиологическую норму биодоступной воды. Биодоступная вода это та вода, которая способна проникнуть в нашу клетку. А в нашу клетку способна проникнуть только щелочная, отрицательно заряженная вода, которая при всем при этом будет не только поить, не только очищать клетку, но она еще и не будет задерживаться в межклеточном пространстве. Благодаря чему не будет отеков, несмотря на то, что воды вы будете выпивать больше. Но благодаря качеству этой воды, благодаря свойствам этой воды, благодаря тому, что она будет правильной структурой, отрицательно заряженная и щелочная, а мы внутри щелочные. Эта вода будет поить, очищать и выходить естественным образом из организма, не задерживаясь в нем, а вынося вместе с собой 80% водорастворимых токсинов. Остальные 20% жирорастворимых токсинов будут выводить другие продукты, о которых я тоже вам расскажу. Второй шаг, это как раз, с водой разобрались, второй шаг, это как раз очищение нашего организма. Нам его просто необходимо приводить систематически в порядок, точно так же, как мы моем свою квартиру. Мы же годами не оставляем ее без уборки, правда, мы как минимум через день, раз в неделю это обязательно, моем полы, вытираем пыль, каждый день моем посуду и так далее. То же самое нужно делать с нашим организмом. Систематически нужно, как и аквариум, наш организм чистить от шлаков, от загрязнений, от остатков непереваренной пищи и так далее. Именно поэтому в любой религии существуют посты. Это не только дань религии, это еще и дань тому, чтобы очистить наш организм чисто физически, а не только душевно. Ну и третий момент, это, конечно же, да кстати, про очищение, что хочу сказать, очень важно, что здесь три вида очищения. Первое это очищение желудочно-кишечного тракта, ну понятно, там остатки непереваренной пищи у нас всегда остаются. Если мы посмотрим на наш кишечник изнутри, ну знаете, зря еще не для слабонервных, что там на стенках творится. Второй вид очищения, это противопаразитарные программы. Как бы мы не хотели об этом думать, но паразиты у нас есть всегда. Они космические какие-то существа, они жили до нас, они живут вместе с нами и будут жить после нас. И они у нас у всех есть в организме. Важно другое, когда мы делаем противопаразитарную программу, мы корректируем их количество. И хозяевами в нашем организме являемся мы, а не они. И третий вид очистки, это очистка лимфы, лимфоочистка. Все, что до пота, спорт, секс, сауна. Когда мы потеем, чистится наша лимфа. Сейчас лимфа у людей забита до такой степени, что они даже в сауне иногда не потеют. Представляете? Именно поэтому существуют определенные программы, с помощью которых все эти виды очисток можно пройти и привести свой организм в порядок. И вот когда мы пройдем этот второй шаг, мы подходим к третьему шагу. Третий шаг это клеточное питание. И это только последний пункт. Почему? Потому что пока мы не наладим водный баланс, пока мы не вычистим наш организм, нам нет смысла кормить и давать организму 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп серментов и 3 полиненасыщенные жирные кислоты. Это тот набор питательных веществ, который каждый день необходим клетке. Код клетки его по-другому называют. Так вот, пока мы не разберемся с водным балансом и не очистим организм, вот этот набор питательных элементов просто бессмысленно начинать давать нашему организму. Потому что это просто будут съедать часть паразита, а часть будет уходить в унитаз и не усваиваться. Прежде чем вычистить кишки, надо разобраться со своими мозгами, недаром говорят. Поэтому все начинаем с головы, с сознанием, со здравым смыслом и поступательно делаем те движения, которые приводят нас к желаемому результату. И опять же, возвращаясь к нормализации водного баланса, только достаточное количество биодоступной воды будет доносить все эти питательные вещества до клетки. Почему? Потому что вода является транспортным средством для питательных веществ, а биодоступная вода способна внутрь клетки довести все эти питательные вещества, которыми она питается. Вот, в общем, вкратце, вот таким вот образом, и вы не поверите, эти три простых шага дают колоссальный результат в восстановлении и сохранении нашего здоровья. Проверено моим многолетним опытом, многолетним опытом других людей, уже сотен, тысяч, миллион людей, потребителей, которые знают эту систему и пользуются ею. И если вы это примете, если вы это поймете и начнете применять, то результат не заставит себя долго ждать. Желаю удачи! Меня зовут Оксана Нестеренко, мне 47 лет, я из города Старый Оскол. Зовут меня Дмитрий Картышов, мне 29 лет, я из Украины. Я Ирина Новик, мне 59 лет, я живу в городе Воронеж. Меня зовут Лоя, мне 64 года, я из Воронеж. Я Галушка Надежда, проживаю в Старом Осколе, мне 70 лет. Марина Завела, город Рубцов, Сталтайский край. Меня зовут Лариса Попович, мне 36 лет, я из города Сатини, Швейцария. Меня зовут Мария, мне 34 года, я живу в Германии. Меня зовут Нина Катя, мне 41 год, живу я во Франции. Меня зовут Ольга, мне 38 лет, я живу в Германии. Меня зовут Селина Елена, город Новосибирск, 50 лет. Меня зовут Лифанова Елена, мне 58 лет, я из Москвы. Меня зовут Коннова Анна, я из города Новосибирска, мне 47 лет. Меня зовут Кристина, я из Старого Оскола, мне 31 год. Меня зовут Катя, мне 34 года, я из Стокгольма, Швеция. Меня зовут Афанасева Лидия, я из города Якутска. Я уменьшилась на 4 размера в одежде. Я стала любить подходить к зеркалу. Раньше я не любила зеркало, проходила мимо него, отворачиваясь. Вижу изменения в своём теле. Я поняла, что несмотря на возраст, можно свою фигуру скорректировать, сделать такой, какой ты хочешь. И многие отмахиваются, когда им говоришь, да что там, мне 50 лет уже, как идёт, так идёт. Нет, дорогие друзья, и в 50, и в 60, и в 70 лет можно иметь фигуру своей мечты. Заметила, что у меня волосы перестали сыпаться, прям вот сыпались очень сильно. Когда голову помою, сушу, прям сыпались. Ещё один очень хороший результат, это то, что у меня ощущение, что на лице у меня натянуты косметологические нити. Хотя у косметолога я не была с апреля прошлого года. Но кожа настолько подтягивается, настолько меня радует. Ну, я очень довольна проектом. Могу контролировать свой вес, чему я, безусловно, рада. И раньше этого я абсолютно не умела, не знала, как это делать. Мне нормализовано давление, у меня нет теперь перепадов и страха, что если погода испортится, у меня подскочит давление. Есть такие моменты, я сплю, но я не знаю, как сурок говорят в народе. Давление у меня в норме. Наконец-таки я научилась завтракать благодаря вам, потому что почти в течение 10 лет мой завтрак составлял всего лишь из одной или двух чашек. Мне нравится, что ушёл мой цель лид. Я не принимаю никакие препараты для снижения давления. Я перестала пить таблетки от щитовидной железы. Состояние кожи улучшилось. Раньше у меня было постоянное вздутие живота. Этого нет, я забыла про это. У меня была холка, вот здесь её нету. И лицо подтянулось без всяких обвисаний. Я избавилась от пигментных пятен на руках. У меня ушла папиллома под глазом. Судороги по ночам, которые не давали выспаться, от меня ушли. Месячные проходят безболезненно. Еженедельно вес и объёмы снижаются. И вместе с этим возраст омолаживается. Это просто чудо. Я чувствую себя абсолютно другим человеком. Было проведено обследование щитовидной железы. Это моё основное заболевание, с которым я сюда обратилась. И узелочки уменьшились ещё на 2 мм. Что не удавалось сделать за 4 года медикаментозного лечения в учреждении медицинском. И я чувствую себя более красиво. Я могу смотреть в зеркало и не стыдиться своего тела. У меня кожа на лице подтянулась. У меня такое ощущение, что у меня нити косметологические стоят. Лицо просто как яблочко наливное. У меня исчез целлюлит. Не знаю, могу. Скажу по секрету, у меня повысилась либидо. У меня нормализовалось давление. Ушли пятна с лицами. Абсолютно стали младенческими локти. У меня там были большие проблемы. По сравнению с прошлой зимой, могу очевидно сказать, что я не болела простудными заболеваниями. Герпес меня не мучил, как в прошлом году один проходил, другой появлялся. Укрепились дёсны, не кровят дёсна, не воспалены и не болят. В самом проблемном моём месте в бёдрах я уменьшилась на 4 размера. А в талии даже на 5. Нормализовалась работа желудка, кишечника. Ушла сухать кожи. Результат по здоровью. Потому что за этот период у меня ушёл диагноз фиброзно-кистозная мастопатия. У меня подтянулся контур лица. И знаете, когда раньше делаешь вот так вот, да, там, на себя смотришь в зеркало, думаешь, ну-ка, ну-ка. Приподнимался, да, контур. И видела изменения. Сейчас ничего не происходит. Я в шоке. Изменилась кожа. У меня на лице исчезли высыпания, которые меня очень долго мучились. И я их пыталась вылечить изнутри и снаружи. Но ничего не помогало. В самом начале проекта просто очистилась кожа лица. Исчезла эта сухость. Перестали быть сухими губы. Такие влажные. И я мечтала, ну, скоро я, наверное, дождусь, когда исчезнут высыпания. И вот сегодня у меня такой подарок. Еще одно наблюдение. Перестали кровоточить десна.